Неравенство в СССР, как Максим Кац превзошел себя, смотрим первые 10 минут. Видео с полюбившегося нами канала Вестник Дури. Так, существует три вида лжи, ложь, наглая ложь и ролики Максима Кац. Забавно. Именно в СССР разделение граждан на касты было намного более ярко выражено, чем даже в царской России. А уж тем более... Ну, это действительно так. ...чем в нынешней, сегодняшней нашей... Мне придется выступить в неожиданном для себя качестве и начать защищать контент Максима Кац. Сегодня разберемся, почему и как так получилось. Знаете, когда я это слушал, у меня появилось требование к Максиму Кац. Максим, заплати человеку, который писал тебе этот сценарий, гонорар в двойном размере. Если ты не понял, этот человек просто вывел тебя на новый уровень. Раньше я порядком бомбил от контента Максима Кац. В частности, от его офигительных роликов про ужасы социализма. Причем ролики его не становились лучше даже от того, что... Да, не было никаких ужасов социализма, Кац все выдумал. Имя, по словам Максима, занимался коллектив из восьми человек с постоянным привлечением сценаристов. Но взглянул я на недавний выпуск про неравенство в СССР, где Максим на сложных щах рассуждает про то, что социальное расслоение в Советском Союзе было круче, чем в Российской империи, и чем в современной России, и понял, что канал Каца сделал таки рывок вперед. Это уже больше, чем Максим Кац. Это такой политико-исторический Моргенштерн. Максим, понимаешь, это настолько плохо, что даже хорошо. При том, что на тему неравенства в СССР реально можно было бы сделать вполне годный, серьезный ролик, без вот этой шизы и еродства. Тема-то интересная, можно было бы даже местами по делу покритиковать советский строй. Но нет, как говорится, умные мысли часто преследовали Максима Каца, но он всегда оказывался быстрее. Но мы-то сегодня поговорим не только про чудесные откровения Максима, но и про реальность. Да, ну в общем-то в качестве контраргументов мы видим только божественные шутки про Каца. Ну, хотелось бы что-то посодержательнее все-таки услышать. ...экономическое, социальное, политическое. Будет познавательно. С данными, со статистикой, с фактами. Короче, со всем тем, что ускользает от внимания... Да, со советской статистикой. ...Максима. А еще мы узнаем, была ли, как утверждает Кац в Советском Союзе, кастовая система. Поехали. Это каста, слушай. Ну, зависит от определения. Ведь мы не так часто впредь будем показывать, куда надо смотреть каста. Простыми словами, чтобы все осознали, куда смотрим мы сами. Начнем с темы экономического неравенства в СССР. Ну, опять-таки, если мы затрагиваем тему экономического неравенства в СССР, то это неравенство, оно касалось не только формальных доходов, но и возможности доступа к разным материальным благам, который у разных социальных страт советского общества был весьма неоднороден. Потому что, если ты высокопоставленный партийный чиновник, то ты, конечно, формально не являешься владельцем собственности на средства производства, но при этом ты имеешь доступ ко всяким закрытым, значит, партийным дачам, домам отдыха, спецраспределителям, у тебя есть прислуга, которая положена тебе по должности, автомобили и так далее, и так далее. И, в общем-то, простой советский гражданин ни к чему из вышеперечисленного доступа особого не имел. То есть для простых рабочих существовали отдельные дома отдыха и так далее, и так далее. Так что здесь, в общем-то, можно говорить уже о кастовом расслоении своего рода. Сэр, и в частности, с одного важного теоретического момента. Как ни странно, прозвучит это для некоторых далеких от темы людей социалистов. Ну, по поводу теоретического момента, мы все-таки... Когда мы говорим о советском обществе, мы имеем в виду не какую-то теоретическую модель, а набор реально существовавших политических практик. То есть, если мы говорим о каких-то идеократических системах, по типу так называемых коммунистических государств в 20 веке, то надо понимать, что там очень серьезный разрыв между так называемой теорией и, в общем-то, практикой. Поэтому апеллировать к теории, тут это очень сомнительный прием. Преходный этап от капитализма к полному коммунизму предполагает наличие определенного социального неравенства, поскольку в нем сохраняются элементы капитализма. Ну, потому что действует принцип от каждого по способности, каждому по труду. Трудятся все по-разному и имеют разные квалификации, у них разные способности, поэтому... Да, поэтому возникает имущественное расслоение, которое может быть предпосылкой для расслоения социального. Разница в оплате труда, в общем-то, предсказуема. То есть, вот, кстати, обратите внимание на вот этот советский плакат. Потому что действует... Он весьма вообще информативен, да, потому что мы видим на этом плакате двух рабочих. Один вот какой-то бездарь, хулиган, алкоголик с красным носом, который, значит, получил маленькую зарплату и, значит, задумчиво и недовольно чешет затылок на тему того, что что-то он так мало получил. А с другой стороны, на переднем плане у нас, значит, довольный-довольный рабочий, который хорошо работает, много зарабатывает, и поэтому вот он такой довольный, счастливый, улыбающийся. Проблема в том, что если мы экстраполируем эту ситуацию на период, допустим, начала 20 века и посмотрим на то, что происходило в деревне, то вот, собственно, счастливый рабочий, который на переднем плане находится, его по-хорошему нужно было бы назвать, значит, зажиточным крестьянином, каким-нибудь там крепким середняком, а то и кулаком, если он, в общем-то, заработал столько денег, что он сам получил возможность нанимать каких-то работников, допустим, для своего собственного производства. А вот, собственно, на заднем плане у нас, в общем-то, бедняк типичный, да, который мало работает, у него хреновое хозяйство, ну, в общем-то, и получает он тоже мало. Вот проблема в том, что советская власть, по крайней мере, в первые годы своего существования, она делала ставку как раз вот на бедняков, да, на сельскую бедноту. Так что, в общем-то, главные симпатизанты советской власти, это как раз вот нищие, обездоленные, убогие, угнетенные, и те, кто получал очень мало. Так что вот этот вот забулдыга с пластырем и с красным носом на заднем плане, это, в общем-то, мог бы выступить в качестве апологета или сторонника какой-нибудь новой социальной революции, которая бы пообещала ему то, что в его руках окажется больше средств, больше денег, чем в руках его, значит, более успешных товарищей. ...принцип от каждого по способности, каждому по труду. Трудятся все по-разному и имеют разные квалификации, у них разные способности, поэтому разница в оплате труда, в общем-то, предсказуема. Важно здесь другое. То, что, несмотря на разницу в оплате труда, у людей нет в частной собственности серьезных средств производства, которые... Ну, это не так, это сразу подмена понятий, потому что, конечно, отдельные протократы в Советском Союзе не имели возможности, значит, обладать собственностью на средства производства, но протократия, она обладала такой возможностью, как совокупный класс. Потому что каждый раз, когда мы говорим о структуре советской экономики, апологеты коммунизма, они совершают подмену понятий, когда они вместо государственной собственности на средства производства характеризуют эту систему, как систему, в основе которой находилась общественная собственность на средства производства. В этом и состоит подмена понятий, потому что государство, это как бы не все общество, а в действительности вся совокупность средств производства находилась под властью, под полным контролем государства. Ну и, соответственно, не просто государство, а тех конкретных людей, тех конкретных лиц, той конкретной группы партийных и государственных чиновников, которые утверждали, что они действуют от имени пролетариата, в его интересах. Мы в конечном итоге всем распоряжались. То есть протократия, она владела средствами производства не как отдельные представители протократии, а как некая отдельная социальная прослойка. То есть можно, в общем-то, даже дальше пойти и сказать, что в действительности партийная и государственная номенклатура в Советского Союза это не просто какая-то социальная прослойка, а это отдельный класс с собственными классовыми интересами и собственным способом извлечения прибавочного продукта. И что в действительности в Советском Союзе имело место эксплуатация. Только пролетариат эксплуатировался не отдельными представителями буржуазии и не отдельными представителями протократии, а протократии как неким, значит, объединенным организмом социальным, который был спаян, в общем-то, общими интересами. И таким образом феномен так называемой социальной революции, он предстает в совершенно ином свете. Потому что мы видим, что борьба за власть, она происходит не между пролетариатом и буржуазией, а между буржуазией и нарождающейся протократией. То есть выходцы из различных, там, выходцы из мелкобуржуазной интеллигенции, из дворян, из, там, каких-нибудь уголовников и деклассированных элементов, они выступали в качестве нарождающейся протократии, и они стремились уничтожить буржуазию как конкурентов в деле эксплуатации пролетариата. Ну, опять-таки, насчет сверхобогащения. Это сверхобогащение касалось не отдельных представителей протократии, а совокупной партноменклатуры, как некой единой группы. И, в общем-то, сверхобогащение это выражалось как раз в том, что представители партийной государственной номенклатуры, они получали для себя более привилегированные условия, как бы не только на индивидуальном, но как бы на коллективном уровне. То есть в пределах этого класса, либо социальной прослойки, в зависимости от методологии, в которой, в рамках которой мы это рассматривали. Неравенство доходов считалось нормальным. Которые были выработаны протократией для того, чтобы завуалировать сам факт своего существования. То есть протократия, она устами этих коммунистических апологетов продолжает говорить о том, что мы не отдельный класс, вообще нас не было. Советский Союз это диктатура пролетариата, у нас был социализм, все люди были равны. Это значит, никакого социального расслоения не было, не было отдельных классов, не было эксплуатации человека человеком, не было частной собственности на средства производства. Хотя в действительности это не так, да, потому что государственная собственность на средства производства это форма частной собственности на средства производства, потому что государство это не все общество. Но тем не менее, в общем-то, в эту идеологическую парадигму было вбухано огромное количество средств. И поэтому вот современные коммунистические апологеты, они продолжают всю эту пропаганду повторять, все эти заклинания. И хотя некоторые современные критики коммунизма пытаются заявить про... С другой стороны, они могут повторять эти идеологемы, потому что они сами рассчитывают в будущем превратиться в некую нарождающуюся протократию и, в общем-то, занять то же место, которое место в структуре советского общества занимали высокопоставленные представители советской номенклатуры. У Равниловку в СССР мы можем даже встретить у классиков марксизма прямое порицание данного явления. Советский Союз как государство... Да, у Равниловка это очень плохо. Тут я, конечно, не могу поспорить с классиками. ...сумевшее к 30-м годам создать основы социалистического общества во многом реализовал эту схему. Можно, конечно, слушать неподкрепленные практически никакими данными рассказы Катса, а можно... Ну, вообще, насколько это общество было социалистическим по Марксу, это большой вопрос. Потому что в действительности мы можем скорее говорить о государственном капитализме. ...посмотреть на статистические данные, подготовленные, кстати, не совками, которые... То есть Советский Союз это скорее такая капиталистическая корпорация, которая вела конкурентную борьбу с другими капиталистическими корпорациями, но при этом никогда не переставала выступать в качестве субъекта капиталистических отношений на внешнем рынке. ...известно только и делали, что мухлевали с данными, а коллективом французских экономистов, среди которых был достаточно известный киентьянец Тома Пикетти. Мы видим, что в имущественном плане СССР достиг впечатляющих показателей равенства. Один процент наиболее зажиточных, та же партнермен... Да, то есть с одной стороны уравнивка это очень плохо, и на это указывали классики, а с другой стороны у нас, видите, тут вот равенство. ...научная и культурная элития... Ну вообще все зависит от методологии подсчета, потому что вот эти вот выкладки относительно равенства, я боюсь, что они не учитывали те привилегии, которые находились в руках партийной и государственной номенклатуры, а они учитывали только формальный заработок, то есть, грубо говоря, зарплату, которую люди получали в кассе. ...элиты обладали лишь тремя-четырьмя процентами общественного богатства. Причем с 50-х до 80-х годов. За счет роста благосостояния населения в целом, неравенство в СССР имело тенденцию к медленному снижению. Более чем... Ну, на самом деле в системе государственного управления, вообще в государственной системе, которая не подразумевает разных субъектов экономических отношений, конкурирующих друг с другом, а представляет собой однопартийную диктатуру, говорить о том, что в руках элиты сосредоточено только там 3% каких-то общественных благ, ну это как минимум наивно, глупо. И в конечном итоге, да, как я уже сказал, все упирается в методологию подсчета, потому что в действительности не 3%, а 100% всех благ находились в руках партийной государственной номенклатуры, а дальше эта партийная государственная номенклатура эти блага распределяла. Но в любом случае она имела монополию на право распределения этих самых благ внутри общества. В полтора раза за 30. То есть в Советском Союзе отсутствовало главное, да, если мы сравниваем это с другими моделями общества, в Советском Союзе отсутствовала система сдержек и противовесок. Бля, неужели никого, кроме меня, не заебал Рудой? Успеем ешь полчаса нового видео посмотреть? Скажи, что я солнышко. Скажи это, пока я засовываю два пальчика себе в анус. Спасибо, Дим, ты солнышко. Не, на самом деле не только тебя Рудой заебал, потому что в последнее время шейхи, они как бы байкотируют видео Рудого и говорят о том, что у него очень интересный контент в последнее время. Вот. Но вот сегодня заказали, кстати, что-то. Обратите внимание, какова разница между Российской империей, Советским Союзом и Россией постсоветской. Да, тут проблема только в том, что вся эта разница, она существовала только на бумаге. То есть тут, конечно, да, замечательно. Обратите внимание на... Гладко было на бумаге, но забыли про враги. Как говорит народная мудрость. Разницу в неравенстве с передовыми западными странами. Кстати, некоторые страны соцблока, например, Чехослав... Да, опять-таки, когда мы говорим про разницу в неравенстве, речь идет о формальной оплате труда. То есть таким образом эти графики, они не учитывают очень важные показатели. Например, доступ, ну, как я, собственно, уже сказал, доступ высокопоставленной партийной государственной номенклатуры к различным, значит, закрытым заведениям, учреждениям, возможность иметь, значит, прислугу, доступ к закрытым спецраспределителям, домам отдыха для высокопоставленной партийной элиты и так далее, и так далее. То есть, как говорится, когда умер товарищ Сталин, после него остались, там, значит, рваные трусы, там солдатское одеяло и, значит, больше восьми роскошных государственных дач, которыми, конечно, он не владел, потому что это все, значит, не могло быть в его частной собственности, но это было положено ему по должности. Ловакия или Венгрия достигли еще больших показателей имущественного равенства. Там один процент наиболее зажиточных обладал всего двумя с небольшим процентами общественного богатства. Кстати, в Советской России и СССР с 1921 по 19... Ну, в Российской империи действительно, или, там, допустим, в новейшей истории России, элита не обладает всей полнотой власти и всеми богатствами, потому что помимо, в общем-то, элиты, там, условной аристократии, или какого-то высокопоставленного чиновничества, или крупной буржуазии, существуют другие субъекты экономических отношений, которые также, в общем-то, могут чем-то владеть. А в случае с Советским Союзом апелляция к такого рода графикам, она вообще совершенно не имеет никакого смысла, потому что в Советском Союзе только высокопоставленная партократия, только члены ЦК и Политбюро, они обладали правом на распределение не трех процентов, а всех сто процентов материальных благ, которые существовали в обществе. То есть, они распоряжались всем абсолютно. Поэтому говорить о том, что они контролировали, или, там, оставляли себе только три процента, значит, а все остальное с барского плеча, оно шло вниз, говорить об этом просто глупо. Просто глупо. Потому что не существовало никаких других субъектов экономических отношений, которые могли бы осуществлять им какую-то конкуренцию внутри этого общества. ...32-й года даже действовал так называемый парт-максимум. Это было ограничение, по которому партийное руководство не могло получать доход свыше 150... Да, только проблема в том, что этот парт-максимум, он был введен представителями Политбюро. То есть высокопоставленная парт-номенклатура, она ограничила таким образом менее высокопоставленную номенклатуру. То есть в любом случае, кто вводил этот парт-максимум? То есть он как бы просто святая праведная диалектика, она как бы с неба его уронила, или же это сама парт-номенклатура, высокопоставленная из Политбюро, ввела это директивными методами. То есть я не очень понимаю, Рудой он как бы... Ну, то есть вообще, на кого рассчитаны эти тезисы, во-первых, это вопрос большой возникает, а во второй, как бы второй вопрос, это то, что зачем Рудой притворяется идиотом? То есть тут как бы маска, она прилипает к лицу. ...50% от средней зарплаты в их ведомстве. Более того, известные офигительные истории, как отдельные представители революционного руководства страны боролись против повышения собственных зарплат. Ну, самый известный случай произошел... Да, с другой стороны, действительно, зачем тебе высокая зарплата, если тебя и так везде пускают, во-первых. Во-вторых, у тебя есть прислуга, которая положена тебе по должности. В-третьих, у тебя есть доступ к закрытым правительственным дачам, которые, опять-таки, они как бы формально не твои, но они положены тебе по должности. И в-третьих, у тебя есть спецраспределитель, через который ты получаешь деликатесы, к которым никогда не было, и не будет доступа простых, как бы у простых рабочих. Поэтому, да, тут, в принципе, много денег-то тебе особо и не нужно. Потому что, ну, вообще, зачем людям нужны деньги, да? Для того, чтобы покупать какие-то вещи, которые они хотели бы купить. А в случае с тем, что если ты представитель политбюро в Советском Союзе, то, в принципе, ты эти вещи получаешь просто по разнарядке, потому что они тебе положены по должности или через систему закрытых спецраспределителей. Поэтому, в общем-то, тебе не нужны деньги.